Всем привет-привет, мои дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре новинка от Самсунга. Это 30-я линейка, продолжение легендарной линейки Galaxy A35 с индексом 5G. Ну что ж, 30-е поколение всегда было таким, знаете, очень популярным, хайповым. Люди его покупали, брали, нормальные телефоны были. Но сейчас они становятся с каждым годом все лучше и лучше. Сейчас они напоминают 30-е поколение прошлогодней или двухлетней давности 50-е Самсунги. То есть, если углубляться в характеристики 35-го, то вы найдете много сходств с 54-м прошлогодним Самсунгом. Они действительно очень похожи. Ну что ж, открываю коробку. Ну, во-первых, спешу вас разочаровать. Если вы купите этот телефон, вы получите вот такую тонкую коробку, в которой не будет ничего, кроме телефона и кроме кабеля для зарядки. То есть, вы можете забыть о чехле, который идет в комплекте. Вы можете забыть о защите экрана и блоке питания. Всего этого не будет. Вы должны будете все купить за дополнительную плату. Либо не покупать, можете не покупать. Можете заряжаться просто от старого блока питания. Но, правда, обратите внимание, что здесь кабель Type-C двухсторонний. То есть, у вас должен быть блок питания, если вы хотите своим заряжать, чтобы он тоже был с поддержкой Type-C, ну, разъема. То есть, вот такой, а не такой. Хотя, с другой стороны, можете и таким заряжать, но если у вас есть кабель Type-C, который с Type-A. Конечно, печально. Как я понимаю, такие комплектации с нами сейчас надолго. Это уже новая мода. Если не навсегда, да. Может быть, они вообще никогда не вернутся к нормальным комплектам поставки. Кто знает, что будет. Может быть, дальше вообще будет так, что будут только телефон продавать и вообще без всего в пакетике в каком-нибудь разлагаемом, да. Так, смотрите, вот он сам телефон. Упакован вот в такую вот какую-то бумагу. Открываем. Я взял в белом цвете. Он просто такой, знаете, беломолочный. Обычный цвет. То есть, без каких-либо градиентов. Без какой-либо текстуры. Без каких-либо... Ну, вообще, вообще, просто тупо белый телефон. Сейчас уже такой минимализм сложно найти. Китайцы вообще уже сейчас так не делают. У них обязательно будут какие-нибудь или рисунки, или какой-нибудь необычный цвет. Здесь глянцевое покрытие. Походу, это пластик. Торцы, как всегда, зачем-то защищены. Вот Samsung. Лучше бы пленку на экран поклеили, чем вот эти вот наклейки на торцы. Хотя их можно оставить, чтобы у вас не царапалась тоже рамка. В целом, можно даже не убирать, не сдирать. Но смотрится это, конечно, как пульт в пакетике у бабушек, да. Вот такие вот залепленные торцы. Поэтому лучше, конечно, все эти наклейки поубирать. Экран полностью плоский. Это, в принципе, неплохо, потому что на него будет легко наклеить защитное стекло, либо пленку. Нет никаких закруглений по краям, которые плохо проклеиваются обычно. Нет, здесь все просто на полный экран клеить, и все. Все нормально. Так, смотрите, все я убрал. Ну, что могу сказать по первым впечатлениям? Ну, блин, это почти то же самое, что и остальные Samsung. Вот у меня рядышком есть его старший брат Galaxy A55. Ну, посмотрите, разницы вообще нет. Только по цветам отличаются, и все. Но здесь, кстати, металлическая рамка, здесь пластиковая. А так, по дизайну это один в один. И смотрим, что у них вообще предусмотрено по элементам. Здесь разъем для зарядки, два микрофона, динамик, один вырез такой. Нет разъема для наушников 3,5 мм. Справа кнопка включения, качелька громкости. Большие широкие кнопки легко нажимаются. Слева нет ничего. И вверху находится сим-лоток. Сим-лоток здесь поддерживает установку двух сим-карт формата nano, либо установку одной сим-карты и на второе место вместо сим-карты microSD-флэшки. Комбинированный лоток с уплотнительной резинкой. Все как надо. Убираем. Ну, в общем-то, по дизайну, конечно, это стандартный Samsung 24-го года. Ничем от остальных телефонов особо он не отличается от остальных моделей. Включаю. Запускаю. И пока он запускается, можно поговорить о ценах. Сколько сейчас такой телефон стоит. Итак, ребят, сразу скажу, особо впечатлительно. И отойдите от экрана, потому что 35-й Samsung сейчас продают за 38 тысяч. Ну, помнят, наверное, многие времена, когда его можно было купить 30-ю линейку за 17, за 18 тысяч. Ну, до 20 он стоил. А сейчас уже, вот, пожалуйста, новые цены. Новые реалии 38 тысяч за Samsung. Причем с памятью на 128 гигабайт. А если вы вдруг хотите версию на 256 гигабайт, то уже нужно заплатить 42 тысячи. Уже цена такого, можно сказать, предфлагманского телефона. Зато много цветов, как у айфонов. Айфона 11-го, там 12-го, смотрите. Во-первых, есть красивый зеленый цвет. Действительно приятный. Есть вот такой вот необычный фиолетовый цвет, еще с каким-то переривом. Смотрится тоже так прикольно, свежо. Есть черный цвет для любителей классики и белый цвет, как у меня. То есть два классических цвета, черный и белый, и есть еще розовый и зеленый. Но цены, конечно, ой-ой-ой. 30-я линейка, 38 тысяч. Цена, конечно, немаленькая. Самое главное, есть ли у тебя ощущение после того, как ты купил этот телефон, что ты купил телефон за 40 тысяч рублей примерно? Да нет, знаете. Ну, выглядит он как обычный типичный телефон там за 20 тысяч. Не знаю, у меня до сих пор в голове не укладывается, что сейчас тридцатка стоит около 40 тысяч. Вот такие вот рамки. Ну, довольно неплохо. Мне нравится сочетание белого с черным, то есть вот эта белая рамка в плюс с черной. Смотрится так нарядно как-то. Ну, не знаю, как передать, но смотрится нарядно. Вроде ничего сверхъестественного, но и не отторгает с одной стороны. Ну, как бы телефон да телефон, да. 209 грамм он весит, 161,7 миллиметра длина, 78 миллиметров ширина. Толщина 8,2 миллиметра. Спереди у нас Gorilla Glass Victus Plus, очень крутое стекло. Ну, пластиковая рамка и сзади у нас стекло. Я думал, что это пластик, но нет. Пишут, что это настоящее стекло. В отличие от A55, у него рамка металлическая, здесь пластиковая. Ощущается немножко подешевле. Такое есть. Есть защита от воды по стандарту IP67, то есть он застрахован. Ну, как застрахован. Производитель рассчитывает на то, что если ты его уронишь в воду, с ним ничего не будет. От полного погружения вплоть до 1 метра на 30 минут он выдерживает. Что здесь за дисплей? Дисплей такой же, как в A55, это 6,6 дюймов, AMOLED, 120 Гц, 1000 нит, яркость типичная. Соотношение сторон 19,5 к 9. Есть функция Always On Display. Что могу сказать по дисплею? Хороший, яркий, насыщенный экран. Просто, ну, обычный, нормальный, современный экран. Кстати, я забыл посмотреть, где делается этот телефон. А делается он, походу, во Вьетнаме. У меня, кстати, арабская версия телефона. Так, где написано? Awesome Ice Blue. Блин, а что-то не написано нигде. Но, скорее всего, во Вьетнаме. А, вот, Manufacturing in Vietnam. Да, сборка вьетнамская у этого телефона. Ну, вьетнамская сборка хорошая. Никаких скрипов, люфтов, каких-то вообще огрехов нет. Собрано все на высшем, высшем уровне. Есть разблокировка по лицу. Есть также разблокировка по сканеру. Сканер находится прямо в экране. Регистрация отпечатка происходит вот таким вот образом. Раз, два, три. Примерно за минуту можно зарегистрировать свой один отпечаток. Вот так вот. Раз. Блин, ну, все-таки нет. Под конец он что-то долго регистрирует. Лицо я уже зарегистрировал. Так, 80, 90, 100. Нет, 95, 100. Все, готово. Готово. И теперь давайте проверим, как это работает. Хоп. Все, разблокируется. И также работает нормально разблокировка по лицу. Все срабатывает. Работает сам телефон на 14-м андроиде уже. Обновлять они его планируют 5 лет. После выхода вышел он в 24-м году. Обновлять планируют 5 лет. То есть это примерно до 20, ну, до конца 20-х годов. Вот. Сейчас пока что 14-й андроид и One UI версии 6. Так, 6.1 даже. Более свежая даже 6.1 версия. Так что в целом все, все как у более дорогих, там, S24, все так же. Все полностью совпадает по софту. Все идеально. Bluetooth версии 5.3. Телефон поддерживает Wi-Fi 2.4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Есть поддержка 4G, 3G и 5G. То есть по вот этим всем технологиям он довольно современный. По процессору здесь установлен процек от прошлогоднего 54-го. Это Samsung Exynos 1380. В Antutu набрал почти 600 тысяч, при этом нагрелся до 38 градусов. Лучше, конечно, чем шедевра Helio G99. Лучше, чем Snapdragon 680, 685. Но при этом хуже, чем какой-нибудь даже старенький 778 Snapdragon. И хуже, естественно, чем Dimensity 8300, как в Poco X6 Pro, который стоит, кстати, примерно столько же. Ну, в общем, не самое мощное железо за свои деньги, как всегда у Samsung. Очень плохо себя показал тест на троттлинг. То есть изначально вот такой первый тест я сделал. У меня был сильный троттлинг. Потом я еще один тест провел. И троттлинг был тоже очень сильный. То есть очень, конечно, сильно падает производительность. Примерно на 40%. Скорость памяти UFS 2.2, 517 мегабайт на чтение, 165 на запись. У меня, кстати, модификация бюджетная, если так можно выразиться, на 128 гигабайт. Не стал переплачивать за 256, взял версию на 128 гигов. По бенчмаркам, по бенчмаркам, это, конечно, по сравнению с китайцами, это, конечно, очень мало. Китайцы набирают за эти же деньги намного больше баллов. А что это за процессор такой Exynos 1380? Он сделан по 5 нанометрам. Состоит из 4 ядер Cortex-i78 и 4 ядер Cortex-i55. Максимальная частота 2400, видеоядро Mali-G68 MP5 и память UFS 2.2. В принципе, на несколько лет нормальной работы его хватит. Нормальный процессор, неплохой, но Exynos. Многие негативно к нему относятся, потому что знают, что троттлинг большой, расход энергии большой. Конечно, может быть, Samsung было бы лучше поставить сюда какой-нибудь современный Dimensity. Ну, они пытаются сейчас свои процессоры продвигать, поэтому ставят их в телефоны Samsung. Ну, еще из плюсов то, что здесь есть NFC. Ну, это и так понятно. NFC есть сейчас практически в каждом телефоне. Так, ну что, PUBG. Кстати, этот процессор позволит вам поиграть. У него довольно неплохое видеоядро. Лучше, чем в Helio G99. Поэтому даже на высокой графике можно играть в такие современные игры. Не только в PUBG, но и более крутые. Так, смотрите. Ну да, текстуры нормальные такие. Пол, посмотрите, какой детализированный. Все четко. По поводу нагрева, его особо не ощущается. Да, телефон чуть тепленький в районе камеры, но совсем еле-еле теплый. Практически вообще нет нагрева. Звук здесь стерео. Динамик внизу и вверху вот этот разговорный. Динамик внизу. А это еще решил поиграть в Free Fire. Посмотреть, как она идет. Здесь тоже все отлично. Так же, как и в PUBG. Все быстро, четко. Ну где враги-то? Опа, началось. Где-то стреляют, не пойму где. Теперь, что касаемо камер. Здесь особо ничего не изменилось. Как бы камеры остались примерно такого же уровня, как и были. 50 мегапикселей основной модуль, 8 мегапикселей широкоугольная камера и 5 мегапикселей камера макро. И фронталка здесь одна на 13 мегапикселей. Телефон умеет снимать видео в 4К, что очень неплохо. Но в 4К он снимает 30 кадров в секунду. Если вы хотите 60 кадров, плавные видосы, то вам следует переключиться на Full HD. 60 кадров. А если вы снимаете на ширик, тогда у вас будет доступно только Full HD 30 кадров в секунду. Вот как. Телевика здесь нет. Зум здесь цифровой. При записи видео 10x. При фотографировании то же самое 10x. Максимальный зум. Ну что. Что могу сказать по камере. Переключалка в 50 мегапикселей находится сверху. По умолчанию телефон делает фотографии в 12 мегапикселей. При режиме 50 мегапикселей вы уже зазумировать ничего не сможете. У вас уже фиксировано это. Остается картинка. И вот как выглядит фотография в 50 мегапикселей. На самом деле, если сильно приближать, то видны цифровые шумы. Довольно серьезные. И это реально камера на четверку. На четверку среднего уровня. Вот, например, сфотол сам себя сейчас в 50 мегапикселей. Вот так вот он фотографирует. В целом неплохо, но могло бы быть и лучше за такие деньги. Но с другой стороны тоже есть прогресс. По качеству сравнения с каким-нибудь 31-м, 32-м. Прогресс серьезный. Поэтому если у вас старые 30-ки, 30, 31, 32. Может быть, уже стоит задуматься о покупке нового 35-го. Если у вас 33-34, особой разницы вы не почувствуете, я думаю. Кстати, с фронтальной камерой можно снимать видео тоже в 4К, 30 фпс. Для каких-то влогов камеры пойдут. Есть даже электронная стабилизация. А у задней камеры есть еще и оптическая стабилизация. Вот такая вот сейчас погода. Смотрите, какое небо красивое. Еще лежит немножко снега, остатки снега. Если сильно приближать, то видна вот эта вот каша. Какая-то из пикселей. Ну, в общем-то, средние камеры. Действительно средние. Не могу сказать, что вау. Ну, вроде и не особо-то и плохо. Проверка максимальной громкости. Это вот сейчас максимум. Звук идет из нижнего и из верхнего динамиков. Звук хороший, громкий. Ставлю пятерку. По аккумулятору здесь нет ничего нового. 5000 аккумуляторов, 25 ватт, быстрая зарядка, беспроводной зарядки нет. Быстрая зарядка не идет в комплекте, ее надо докупать отдельно. В общем, вот таким получился телефон. Я не знаю, что еще про него сказать. В целом, да, он уже стал похож на 50-ю линейку. Во-первых, у него исчезла капля дурацкая, да, уже дырка в экране. Во-вторых, у него преобразился внешний вид. Мне кажется, он стал выглядеть лучше. В-третьих, у него повышена производительность. У него, в принципе, нормальные камеры снимают в 4К. Стереозвук, NFC, влагозащита. То есть, конечно, все есть, но при этом он подорожал. Немного памяти. Не самые все равно лучшие камеры, не самая лучшая производительность за свои деньги. Комплектация плохая. То есть, вот у телефона как плюсы есть, так и минусы. Так что вот таким он получился, Samsung Galaxy A35. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дима. Всем удачи и всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok